Так называемая Генеральная прокуратура, так называемой Донецкой Народной Республики, возбудила уголовное дело о государственной измене. В шпионаже обвиняют миссию международной организации, ОБСЕ. Иностранные наблюдатели якобы передавали Украине секретную информацию. Как уже свидетельствует ряд данных, полученных в ходе обследования, данные четко указывают на передачу информации военного характера иностранной стороне. Согласно минским договоренностям между Москвой и Киевом, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ежедневно собирала и передавала информацию о состоянии войск, о вооруженных инцидентах и возможных военных преступлениях на линии разграничения. После начала открытой фазы войны эта деятельность стала изменой государству ДНР и ЛНР. Вот здесь техника наша, так сказать, и там обозначение, где она дистанционна. Когда Россия открыто ввела войска и понеслась серьезные потери, понадобились новые солдаты. Теперь в оккупированных районах Донецкой и Луганской области идет повальная мобилизация. Мужчин забирают в так называемую народную милицию. Иногда сразу, а иногда вручают повестку с требованием немедленно идти в военкомат. Уклонение от войны против Украины считается дезертирством. И что мне с этим идти в военкомат? Как сообщают источники Белсата в ДНР и ЛНР, абсолютно неподготовленных рекрутов бросают выполнять боевые задачи туда, где и российский спецназ не справляется. Жителей Донецка возмутила бессмысленная смерть известного джазового музыканта Николая Звягинцева. Всех мужчин Донецкой филармонии пригласили на якобы съемки телепередачи. А вместо этого сразу отправили на Мариупольский фронт. Талантливый джазмен погиб, как живая мишень. Артисты не всегда с народом, они всегда на передоводке. Кто на что способен, в данном случае, кто на что гораст, у кого позволяет здоровье, я уверен, что они будут готовы, если не умеют владеть оружием, они пойдут даже в бой. Надо жить по своей земле. Российские пропагандисты работают в Донецке и Луганске уже 8 лет, убеждая местных жителей, что украинцы хотят их убить. Хотя в освобожденном Славянске и Краматорске никаких массовых убийств русскоязычных не было. Но в так называемых ДНР и ЛНР действует жесткая цензура. Пропагандой напитана даже школьная программа. Поэтому украинцами себя там ощущают не все местные жители. Желаю нашим солдатам удачи в продвижении. Дай бог, чтобы они освободили Киев. С началом открытой фазы войны боевой дух в российских войсках и в гибридных силах упал. Случаются и внутренние конфликты. Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между РДЛО и российскими военными. Разбардить точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации. Как рассказал сегодня глава Николаевской области, число охотных погибать за Россию сильно сократилось. Начали тянуть сюда тех, кто соглашается ехать. А едут сюда не воевать. Оказывается, бравые русские солдаты, а едут они сюда мародерить. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно. И самая падаль соглашается сюда ехать. Именно для того, чтобы насиловать и мародерить. Это не преувеличение. Омбудсмен Людмила Денисова призвала комиссию ООН расследовать многочисленные факты изнасилований в Буче, Ирпене и других городах Киевской области во время оккупации. Групповые изнасилования, изнасилования несовершеннолетних, на глазах у родителей. Все эти жестокие вещи нельзя списать на военное время. В одном доме мужа не было. И русские нашли женщину и ее дочь. И изнасиловали обеих. На другой улице у нас они хотели изнасиловать женщину. А ее муж хотел ее защитить. Мужа убили, ее изнасиловали. И нельзя сказать, что россияне не знают об этих преступлениях. Журналисты нашли и верифицировали семейную пару с вот этого перехвата СБУ. Они недавно переселились в Севастополь. Ты давай там украинских баб насилуй, да. Мне ничего не говори, понятно? Я сегодня убийцы прошла. Относила ты тебе ничего не говоришь? Да, что ты ничего не знал. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. В новом перехвате СБУ звонок мобилизованного боевика ЛНР, который возмущается жестокостью россиян. Я пошел туда, там минометчики стоят. Подошел туда, там лежит баба какая-то, башка прострелянная, лежит, дергается. Я говорю, что это за хуйня? Они говорят, короче, у нее брат в Азове, что-то этот самый, короче, она тут что-то начала, короче, хуйня, какую-то пороть. Такой же ужас пережили украинцы в Буче и Бородянке. Российские солдаты массово пытали и расстреливали людей за украинский язык, за украинские книги или просто так, для забавы. Молодые хлопцы погибли, они прямо расстреливали их и все, кто не спрятался. Ирпенец Владимир показывает могилы соседей в своем огороде. Под этим сетом похоронен Бабюк, Леня, по-моему, зовут, это соседца тоже дома. А там дальше, просто мой ровесник, тогда я хорошо знаю, что Матвиенко володя. За что их расстреляли? За то, что они вас стояли возле дома. У Владимира два сына, один пропал без вести. Старший сын третьего. Третьего марта ушел из дома. На этом все. В квартире у нас буси трехкомнатная, квартира трехкомнатная в буси. Сейчас то же самое происходит в оккупированном Херсоне и Мариуполе. Вот это называется плановое мероприятие по изъятию оружия. Куда выходит, кто в Мариуполе? Кто в Мариуполе? Уйдем. Нет. Нет. Для жителей Мариуполя россияне устроили фильтрационные лагеря, чтобы найти всех, кто за Украину. Пригнали мобильные крематории. А для пророссийских иностранных журналистов россияне устраивают специальные пресс-туры, чтобы показать свою собственную реальность, где разбомбленный драмтеатр Мариуполя – это база Азова. Тут же для заграничных камер находится и обгорелое оружие. Ярослав Стешик, Белсад.